Хоккейный клуб «Адмирал» в последнем матче регулярного чемпионата встречался с подмосковным «Витязем». Приморская команда, будучи в гостях, пыталась решить сразу две задачи – красиво закончить регулярку и, главное, выбить себе место в серии плей-офф. Ближайший соперник «Моряков» в Сибирь не набрала нужного количества очков, поэтому «Адмиралу» оставалось лишь самим не ударить в грязь лицом. «Витязь» начал игру по-хозяйски, подмосковный клуб перебросал нашу команду почти в четыре раза. Правда, результативными атаки стали только во втором периоде. Счет открыли хозяева, причем только из-за невнимательности Бобкова, который не проследил за шайбой. Приморцы вскоре смогли сравняться. Мнатсян мощным броском прошил всю оборону хозяев. Третий период стал фатальным для «Витязя». За три минуты москвичи пропустили сразу две шайбы. Первую забил Сигарев, а вторую рукой буквально занес в свои ворота защитник хозяев. Матч так и завершился при счете 1-3 в пользу «Адмирала». В перерыве так получилось, узнали результат матча в Екатеринбурге. И он так все планы в хорошую сторону поменял. Наша команда, так я уже сказал, раскрепостилась немножко. И, наверное, другой хоккей пошел, уже такой более открытый. Теперь приморской команде в рамках серии плей-офф придется не раз встретиться с омским «Авангардом». К слову, сопернику «Адмирала» закончил регулярку на втором месте. Понятно, что мы здесь не фавориты, да, если как-то было фаворит, скажем так, 50 на 50, мы, наверное, раньше в плов пошли. Уделим большое внимание игре в обороне, потому что у Омска хорошая атака. Причем ни одно звено, ни два, а там три и четвертая такая неплохая. Поэтому, я думаю, это будет для нас основной, как мы сыграем в обороне. «Адмирал» начнет в гостях. Первые матчи с «Авангардом» приморцы проведут 22 и 24 февраля. Более 60 спортсменов со всего приморья прошли отбор на всероссийские соревнования по грэплингу. Владивосток встречал открытый чемпионат края, в котором участвовали взрослые борцы старше 18 лет, представляющие самые различные стили борьбы. Соревнования проходили в двух дисциплинах – грэплинг и грэплинг-ги, которые проводятся в кимоно для джиу-джитсу. Сам же Владивосток был представлен спортсменами из четырех секций единоборств – «Динамо», «Александр Невский», «Булат» и «Гладиатор». Все встречи прошли довольно быстро. Несмотря на такой тягучий и терпеливый вид спорта, представители того же самбо или ММА смогли внести в бой скорости и зрелища. По итогу соревнований первые два общекомандных места разделили Владивостокские спортклубы «Гладиатор» и «Александр Невский», соответственно. Третью строчку заняла команда «Мастер» из «Артема». Сам же чемпионат России, на который отобрались спортсмены, пройдет в марте в городе Белгород. Сборная России по бадминтону успешно выступила на чемпионате Европы среди смешанных команд, завоевав серебряные медали. В составе национальной команды выступали приморские спортсмены Евгений Дремин, Евгения Димова и Сергей Сирант. В групповом этапе турнира россияне одолели польскую и испанскую команды. В этом едва ли не первую роль сыграл именно Сирант, который возвращал все заработанное соперниками преимущество. После этого наши спортсмены со счетом 3-1 обыграли Францию и Англию. В этих важных встречах отличился капитан сборной и участник бадминтонного клуба «Приморье» Владимир Иванов. Однако в решающей битве наша команда уступила сильнейшему европейскому коллективу из Дании – 3-0. Как бы то ни было данный результат – несомненный успех. Россияне впервые в своей истории вышли в финал этого турнира. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.